Всем привет! Это ТАВГАЙД! Самый мощный, жёсткий, чёткий, сильный путеводитель по хоккею и одновременно самое лучшее шоу о хоккее по версии моей мамы. Меня зовут Саня Малыхин и сегодня вы узнаете чуточку больше о хоккее. Совсем скоро стартует чемпионат мира по хоккею. Это будет самое крутое хоккейное событие года. Давайте будем откровенными, Олимпиада это был полный провал, потому что финал России и Германии это самое худшее, что случалось с хоккеем. Да, финал-то был интересный, но вот просто сам факт наличия в этом финале Германии очень многое говорит об уровне этого турнира. А вот на чемпионате мира проблем с уровнем не будет за счёт игроков НХЛ. И сегодня я расскажу вам о самых крутых игроках НХЛ, которые приедут в Данию. Какая прелесть! Десятое место. Хенрик Лунквест. Король Хенрик только на десятом месте лишь потому, что нужно дождаться результатов его медицинского обследования. И если всё будет хорошо, то он приедет на чемпионат мира. О таком желании он уже сообщил и здорово усилит сборную Швеции. Если вы слышите эту фамилию впервые и больше интересуетесь футболом, то Хенрик Лунквест. Это хоккейный Джан Луиджи Буфон. Они даже немного похожи и внешние, и достижениями. Хенрик лучший вратарь НХЛ образца 2012 года. Чемпион мира и олимпийский чемпион. Входит в десятку лидеров по количеству побед за карьеру в НХЛ среди голкиперов. Так что участие Хенрика в таком турнире будет настоящим подарком. Девятое место. Деннис Зайденберг. Один из крутейших немецких хоккеистов, который провел в НХЛ более восьмиста матчей. Ему 36 лет, а он всё ещё хороший защитник. Я уверен, играем на Олимпиаде, немцы точно стали бы олимпийскими чемпионами. Но сейчас он едет на чемпионат мира, где очень поможет сборной Германии. Если вы забыли, то именно этот парень был в составе сборной Европы на Кубке Мира 2016 года и помог этой сборной добраться до финала. А ещё он является обладателем Кубка Стэнли. А таких игроков на этом чемпионате будет значительно больше, чем на Олимпиаде. Восьмое место. Оливер Экмен Ларсон. Пожалуй, лучший защитник сборной Швеции прямо сейчас. И он не настолько заметен только потому, что он играет самый слабый командир НХЛ последних нескольких сезонов – Аризоне. Но поверьте мне на слово, этот парень очень хорош. На драфте НХЛ 2009 года был выбран в первом раунде под общим шестым номером. В составе национальной сборной Швеции участник четырёх чемпионатов мира. Кубка Мира 2016 года и Олимпийских игр 2014 года. Практически во всех этих турнирах вернулся с медалями. Сами понимаете, такой защитник пригодится сборной Швеции. Седьмое место. Джордан Эберли. Канадцы на этот турнир везут очень хорошую команду. И вы это поймёте, досмотрев это видео до конца. Один из тех, кто будет вести канадскую сборную к победе на турнире – Джордан Эберли. Это тот самый парень из числа молодых канадцев, на которых должен был строиться будущий чемпионский Эдмонтон. Но Олимпийских накопили столько молодых и талантливых, что напрочь забыли, что им нужен кто-то, кто будет ими управлять и вести за собой. Но было поздно и пришлось обменивать игроков. Даже несмотря на то, что Эберли набирал в среднем по 50-60 очков за сезон, его обменяли в Вайлендерс. В прошлом сезоне Джордан набрал 59 очков, при этом не играя в первом звене. А только представьте, сколько наколотит этот парень на чемпионате мира своим соперникам. Шестое место. Мика Зибанижат. Если бы существовала сборная Ирана по хоккею, то Мика был бы легендой иранского хоккея. Но так как в Иране нет хоккея, Зибанижат помогает своим талантам сборной Швеции. Был задрафтован в 2011 году под общим шестым номером от Тавры. Но долгое время, то ли из-за грузоответственности, то ли еще из-за чего-то, у него практически ничего не получалось в столице Канады. И даже несмотря на то, что последний сезон он набирал под 40, 50 очков, канадцы с легкостью обменяли шведов в Нью-Йорк. А вот там уже Мика начал проявлять свои лидерские качества. Количество матчей, вытащенных Рейнджерс при помощи Зибанижата, выросло в разы. Игрок с такой жаждой результата и техникой станет настоящим украшением чемпионата. Пятое место. Леон Дрейзайт. Леон. Самый талантливый и перспективный немецкий хоккеист за всю историю. Это подтверждает и то, что скауты очень высоко оценили его талант в 2014 году. Он был выбран Эдмонтоном под третьим номером, немцев выше, еще не выбирали никогда. Леон очень полезный игрок для нефтяников, набирает в среднем по 50-60 очков за сезон, за что получил награду в виде восьмилетнего контракта на 68 миллионов долларов. Он также серебряный призер Кубка Мира в составе сборной Европы. У немцев сейчас очень добротная команда, но вы это видели на Олимпиаде. А подкрепление в лице одного из лучших игроков НХЛ вполне возможно позволит повторить успех Олимпиады. Четвертое место. Райан Ньюджин Хопкинс. Еще один высокий номер драфта, а точнее первый. И еще один талантливый парень из Эдмонтона. В первом же сезоне был номинирован на Колдор Трофи, приз лучшему новичку сезона. Райан тащил нефтяников до тех пор, пока в команде не появился Конор Макдэвид. И сейчас они тащат Эдмонтон вместе. Да, пусть он набирает в половину меньше очков, чем Макдэвид, но по-прежнему игрок первого звена и приносит много пользы, даже тогда, когда Олимпиады ползут внизу таблицы. Райан за свою карьеру пока ничего еще не выигрывал. Даже на Кубке Мира он играл не за Канаду, а за сборную североамериканских молодых звезд, которая на турнире выступала совсем неудачно. А про перспективы Эдмонтона я вообще молчу. Так что на чемпионат мира он приедет за победой. Третье место. Аарон Экблотт. Аарон, пожалуй, самый талантливый молодой защитник в мире. Первый номер драфта 2014 года, что редко бывает для защитников. Обладатель Колдор Трофи, приз за лучшему новичку НХЛ 2015 года. Чемпион мира 2015 года. А вот на Кубке Мира выступал за молодых североамериканских звезд, а это значит, остался без медали. Его Флорида очень хорошо рвалась в плей-офф, но немного не хватило, поэтому у Экблотта есть явное желание привнести в этот сезон что-то позитивное. Например, золотую медаль чемпионата мира. Второе место. Патрик Кейн. Патрик один из самых титулованных игроков этого чемпионата, но все практические эти титулы ограничиваются пределами НХЛ. Три Кубка Стэнли дополняют коллекцию из Арт Профи, Харт Трофи, Тед Линсей Уорд и Конс Майд Трофи. И при этом очень мало наград на уровне сборных, если не считать серебряные медали Олимпиады 2010 года. Чикаго провел в этом году просто ужасный сезон, а на чемпионат мира Кейн приезжал последний раз аж 10 лет назад. Да и тогда американцы провалились. Так что Кейн будет вести вперед талантливую и дерзкую американскую молодежь. И вот из этого может получиться очень интересное сочетание, которое может окончиться медалями чемпионата. Первое место. Конор. Макдэвид. Конор, пожалуй, первый канадский проспект, который больше всех оправдывает звание второй третки. А может и талантливее лучшего хоккеиста планеты всех времен. Макдэвид хотели Месси или Роналдо, только в отличие от них играет не за суперклуб, а очень даже средний. Но даже в таком клубе он умудряется набирать по 100 очков за сезон. Два года подряд завоевывать Артрос, и это очень даже круто. Правда, клубу это пока не помогает выходить даже в плей-офф, не говоря уже о кубке Стэнли. Однако Макдэвид прекрасно помогает сборной. Конор чемпион мира всех возрастов. Правда, в 2016 году в Москве он играл в полсилы. Будем надеяться, что на этом чемпионате ему придется играть во всю свою мощь. Вот такая вот подборка на сегодня. Пишите в комментариях, какие темы, какие секреты хоккея я должен для вас еще раскрыть. Ну а вы в свою очередь не забывайте ставить лайки, рекомендовать это видео своим друзьям, жать на колокольчик, да и вообще делать все для того, чтобы нас на этом канале было гораздо больше. И хоккей любили в этой стране значительно больше. А так, все, увидимся на хоккее. Спасибо за просмотры, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки.